Малый репетиционный зал Ульяновского театра юного зрителя теперь преобразился. Здесь создан музыкальный салон с белым роялем. По словам руководителя театра Эдуарда Терехова, на новый проект вдохновил русский композитор, дирижер и пианист Сергей Васильевич Рахманинов, юбилей которого мы отмечаем в этом году. Музыка является неотъемлемой частью театра практически всегда. Даже когда ее нет, тишина, она порой тоже звучит как музыка в спектакле. И вот здесь мы поняли, что для того, чтобы звучала музыка Рахманинова, нужно сделать самое малое. Нужно просто подготовить место в театре, для этого сделать такой музыкальный салон. Стены салона заняла экспозиция, рассказывающая о жизни и деятельности композитора, пианиста, дирижера. Зрители перед началом спектакля или в антракте могут познакомиться с интересными фактами из биографии Рахманинова и заодно послушать музыку великого русского композитора в исполнении профессиональных музыкантов. Проект «Выходные» с Рахманиновым реализуется при поддержке Министерства искусства и культурной политики региона. Партнером выступает губернаторская школа искусств для одаренных детей. И зрители наши, они были настолько, может быть, даже шокированы вот этим, да, потому что они не ожидали. Мы не заявляли это, мы сделали это вот очень так элегантно, преподнесли, и это стало для них сюрпризом. А для театра это очень важная составляющая, потому что я считаю, что людям должно быть интересно в театре, им должно быть вот хорошо в театре. И вот это то хорошо, которое, мне кажется, ложится на душу. Кроме того, театр готовит премьеры. Сейчас проходят читки сценариев будущих спектаклей артистами небольшого театра. Так называемый «Застольный период». Первая премьера этого года по пьесе современного драматурга Александра Стрежевской «Мама, я блогер» намечена на апрель. Режиссером спектакля является Эдуард Терехов. Но это история про подростков 15-летних, про их взаимоотношения со старшим поколением, про их взаимоотношения между собой. Это история о дружбе, о любви, о предательстве, о ценностях ложных и настоящих. А главный режиссер небольшого театра Марина Корнева приступила к постановке спектакля под названием «Жизнь прекрасна» по пьесе отечественного поэта и драматурга Николая Эрдмана «Самоубийца». Его премьера намечена на второе полугодие текущего года. Очень интересен материал тем, что мы можем выйти на очень интересный диалог со зрителями. И диалог этот будет о том, что же такое жизнь человека. Это очень огромная, обширная, большая тема. И здесь есть разные-разные подводные течения, разные-разные подходы. Несмотря на такое мрачное название произведения, в спектакле будет много юмора. Он затрагивает и множество социальных моментов. В целом, по жанру это трагифарс, где начинается всё очень смешно, а в конце каждый получит ответ, как нужно прожить жизнь.